Шведы снова хотят под Полтаву. Сергей Лебедев, Ник Лохматый, Новосход.Инфо, за 17 ноября 2021 года. Давление британских сателлитов на Россию увеличивается. Впрочем, прямого давления нет, есть как бы помощь Украине. Вся проблема в том, что такая так называемая помощь лишит Украину государственности лишь за тем, чтобы ввести против России новые санкции. Северная Европа находится практически под безраздельным контролем Британии, Швеция в том числе. И вот выходит министр обороны Швеции Питер Холдквист и рассказывает о том, что Швеция уже приготовилась отправить своих военных на Украину. Разумеется, официально это будет учебная миссия, и шведские офицеры будут обучать украинских военных противостоять российской агрессии. Тут даже несколько обидно за ВСУ, хотя они мне не друзья и не товарищи. И лично я считаю их военными преступниками, достойными веревки. Тем не менее, в ВСУ определенная часть обстрелянных военных, которые понимают, что значит воевать с русскими. Обращаю внимание, с русскими, а не с русской армией. А где подобный опыт у шведских военных? Последний их опыт воевать с русскими и России закончился печально. Королю сломали ногу и пинками затолкали назад по месту прописки. Хочу еще раз обратить внимание, когда русские накостыляли шведам, те считались самой сильной армией Европы. И вот теперь шведы очнулись и пытаются поучаствовать в новом позоре. Министр обороны Швеции заявил, что в такой помощи они ведут важную часть стремления Евросоюза внести свой вклад, который обеспечит суверенитет Украины. Наверняка король Швеции три сотни лет назад примерно такое же рассказывал продажному гетману Мазепе. В прошлый раз война Швеции и России длилась до 1721 года. По окончанию войны русское царство фактически стало Российской империей, обладающей самой мощной армией того времени и серьезным флотом. И тут только один вопрос остался у меня. Повезут ли украинские военные шведов учить воевать в СУ под Полтаву или ограничиться Киевом? Сергей Лебедев не клохматый. Шведы снова хотят под Полтаву?